Дух коллективной работы и её правила Хвала Аллаху Господу миров, который говорит в своей священной книге Скажи, трудитесь и увидят ваше деяние Аллах, его посланник и верующие Вы предстанете перед ведающим сокровенной и явной И он поведает вам о том, что вы совершали Сора покаяния, аят 105 Я свидетельствую, что не божество, кроме единого Аллаха, у которого неся товарища И свидетельствую, что наш господин пророк Мухаммад, его раб и посланник Да благословит Аллах пророка Мухаммада и его семейства, сподвижников И тех, кто последовал за ними искренне вплоть до судного дня А затем Воистину, нации не могут быть построены просто словами или лозунгами Скорее, они строятся знаниями и пожертвованиями Одним из самых серьёзных способов создания и развития нации является совершённая работа Всевышний Аллах говорит Скажи, трудитесь, увидят ваши деяния Аллах, его посланники верующие Вы предстанете перед ведающим сокровенной и явной И он поведает вам о том, что вы совершали Сора покаяния, аят 105 Кроме того, наш пророк, мир ему и благословение Аллаха сказал Поистине, Аллах желает, чтобы тот из вас, кто приступает к какому-то делу Выполняли его в совершенстве Так религия и патриотизм требуют совместных усилий Пото, работы, производства Тем более, что наша религия – это религия работы и совершенства Если индивидия является главным элементом в обществе То его реальная роль может быть выполнена только путём работы Вместе с остальными членами общества Один человек может выполнить какую-то работу Но если он добавит свою мысль к мысли других А свои усилия к усилиям других То достижение бесспорно будет более значительным, великим и эффективным Вот почему ислам повысит ценность коллективной работы И считал её одним из важнейших факторов и основ построения стран и цивилизации Благодаря воспользованию мощами, объединению усилий И взаимодействию для достижения общих целей, приносящих благо всем людям Всевышний Аллах говорит Помогайте друг другу в благочестие и богобоязненности Но не помогайте друг другу в грехе и вражде Сура трапеза, аят 2 Кто пристанно рассматривает коронический дискурс Тот видит, что аяты, побуждающие к распространению духа коллективной работы И выполнению задачи в рамках одной команды, многочисленны Всемогущий Аллах нам приказал ему поклоняться, говоря А на счёт намаза, который является величайшим религиозным обрядом Всевышний Аллах использовал форму множественного числа Рассказав, совершайте намаз Сура Скотт, аят 72 Он слава ему и величие также говорит Я, эйюха, лазина, аману, ркау, васджуду, уаабуду, раббакум, вафалу, лхайра, лаалакум туфлихун А те, которые уверовали Клоняйтесь, впадайте ниц, поклоняйтесь вашему Господу И творите добро Быть может, вы преуспеете Сура Хадж, аят 77 Суишна Аллах обращается к своему пророку Мухаммаду говорила Восбирь нفسك مع الذين يدعون Раббهم بالغедаат والعشи Будьте терпеливы вместе с теми, которые взывают к своему Господу по утрам и перед закатом И стремятся к его лику Все вместе и не распадайтесь Сура Семейства Имрана, аят 103 Суишный Аллах также предупредил нас о раздоре, сказав Повинюйтесь Аллаху и его посланнику И не препирайтесь А не то вы падете духом и лишите сил Будьте терпеливы, ибо Аллах с терпеливыми Сура Добыча, аят 46 Нет со мной в том, что осуществление работы и выполнение задач с помощью коллективного духа укрепляют узи привязанности, любви, братства и гармонии между членами одного и того же сообщества Всевышний Аллах говорит Воистину, ваша нация, нация единая Сура Верующий, аят 52 В этом отношении пророк Мухаммад, мир ему благословение Аллаха, сказал Верующие во взаимной любви между собой, милосердие и обходительности по отношению друг к другу Подобны единому телу Если один орган жалуется, то все остальное тело отзывается бессонницей и жаром Кроме того, когда один из стариков хотел научить своих детей важность единства и тому, что оно является поводом силы, без которого совершаются раскол и потери Он принес пакет дров и сказал Кто из вас может сломать этот пакет одним или двумя ударами? Каждый из них старался, но не преуспел Поэтому старик развязал пакет дров Его раздал сыновьям и дал каждому из них одну палочку Так что каждому из них удалось одним ударом его сломать В конце концов старик им сказал Вместе копья не разбиваются, а разделно и легко ломаются Священник Арам показал нам много замечательных примеров, которые призывают к коллективной работе И объясняет, как это внесло большой вклад в достижение великих целей Вот это пророк Ибрахим Мирьему, которому Всевышний Аллах приказал построить достойчивый мукабу Он пошел к своему сыну Исмаилу Мирьему и сказал Аллах приказал мне сделать что-то Исмаил сказал Так сделай то, что повелил тебе твой Господь Ибрахим сказал Поможешь мне? Исмаил ответил Помогу тебе Ибрахим сказал Поистине Всевышний Аллах приказал мне построить именно здесь дом Исмаил Мирьему приносил камни, а Ибрахим Мирьему строил Итак, им удалось вместе соорудить первый дом, построенный для людей Между прочим, Священный Коран увековечил эту великую ситуацию Всемогущий Аллах говорит Вот Ибрахим и Исмаил подняли основание дома, кабы Господь наш, прими от нас воистину, ты слышащий, знающий Суракорова, аят 127 В суре пещера наш Господь рассказывает нам о превосходной модели сотрудничества, интеграции и коллективной работы В истории Адул-Карнайни Когда этот праведный царь перебыл к людям, которых он не знал, и они его не знали Они просили его о помощи, и он позитивно ответил им Но обязал их сотрудничать с ним, объединили их усилия и использовал их мощь Итак, они стали одной рукой, пока не была построена эта огромная преграда, благодаря которой они были защищены от вреда племен Яджудж и Маджудж Витам Атнашин и Суишни, Аллах Гаварит Витам Атнашин и Суишни, Аллах Гаварит Потом он отправился в путь дальше Когда он достиг двух горных преград, он обнаружил перед ними людей, которые почти не понимали речи Они сказали Адул-Карнайни и Аджудж и Маджудж, Гог и Магог, распространяют на земле нечестие Быть может, мы уплатим тебе дан, чтобы ты установил между нами и ними преграду? Он сказал То, чем наделил меня мой Господь, лучше этого Помогите мне силой, я установлю между вами и ними преграду Подайте мне куски железа Заполнив пространство между двумя склонами, он сказал Раздувайте Когда они стали красными, словно огонь, он сказал Принесите мне расплавленную мед, чтобы я вылил ее на него Они, то есть племена Маджудж и Маджудж, не смогли забраться на нее и не смогли пробить в ней дыру Сура пещера Вот это собеседник Аллаха, пророк Моисей, кто просил Аллаха, слава ему и величия, укрепить его мощь, братам Харуна, мир ему Чтобы последние оказали ему поддержку и помощь в решении задачи, которые Бог возложил на его плечи Он сказал, господи, раз крудла меня мое грудь, абликчима юмисию Развяжи узел на моем языке, чтобы они могли понять мою речь Назначи мне помощника из моей семьи, брата моего Харуна, умножь благодаря ему силу мою И позволь ему разделить со мной мою миссию, чтобы мы славили тебя многократно и поминали тебя многократно Воистину, ты видишь нас Сура Таха Кто глубоко размышляет над душистой пророческой сумной, тот видит яркие страницы сотрудничества, соучастия и коллективной работы в жизни пророка, мир ему и благословения Аллаха С его многоуважаемыми сподвижниками, Усмэль ибн Афан, да будет доволен им Аллах, говорит Клянусь Аллахом, мы сопровождали пророка, мир ему и благословения Аллаха, как в путешествии, так и дома А он сочувствовал нам в любых случаях Пророк, да благословите его Аллах и приветствует сам поделиться с ними работой и строительством, и призвал их объединиться, а не разделиться Сообщается, что Аль-Бара ибн Айд, да будет доволен им Аллах, сказал Я видел, как во время нашествия союзных племен, посланник Аллаха, да благословите его Аллах и приветствует Живот которого был покрыт пылью, переносил землю, произнося такие слова Если бы не ты, не встали бы мы на верный путь, не давали бы милостыню и не молились Не спошли нам спокойствие и укрепи стаби наши, если мы встретим врагов Поистине, эти люди замыслили недоброе против нас Но если хотят они ввести нас в соблазн, мы не поддадимся Когда наш господин Сальман-Фарисей, да будет доволен им Аллах, хотел посадить 300 палм, чтобы избавиться от рабства Посланник Аллаха, да благословите его Аллах и приветствует, сказал своим сподвижникам Помогите своему брату Сальман-Фарисей, да будет доволен им Аллах, говорит Они предоставили мне палм, этот мужчина приносит 30 отростков, то 20, 1, 15, иной то, что может В результате чего у меня собрались 300 отростков Тогда посланник Аллаха, да благословите его Аллах и приветствует, приказал мне откопать их И сказал, если ты закончишь, я своими руками посажу их Сальман-Фарисей, да будет доволен им Аллах, сказал, я выкопил для них ямы И сподвижники помогли мне, а закончив работу, он прищерк посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха Пророк пошел с нами, мы перемещали отростки возле него, а он, да благословите его Аллах и приветствует, сажал их своими руками Тем самым пророк, мир ему и благословение Аллаха, чрезмерно восхвалили Ашаритов, когда дух коллективной работы преобладал над их действиями и поступками в самых трудных ситуациях Пророк, да благословите его Аллах и приветствует, сказал, поистине, когда у Ашаритов возникали затруднения с едой во время военного похода Или когда им не хватало еды для детей в городе, они складывали все, что у них было, на один кусок ткани, а потом поровну делили собранные между собой Отмеряя каждому его долю одним и тем же сосудом, они такие же, как я, а я такой же, как они Вот что я хотел бы сказать, я прошу Аллаха прощения и для меня, и для вас Хвала Аллаху, Господу миров, мир и благословение Господину всех людей Пророку Мухаммаду и его семье с подвижниками всем, кто последовал за ним вплоть до судного дня А мои братья в исламе Коллективная работа, к которой мы стремимся, это работа, которая строит и не разрушает, объединяет и не сеет семена раздора Она устроена на законных основаниях, таких как взаимозависимость всех членов сообщества, чтобы среди них не было голодных или нуждающихся Она также может быть основана на образовательных и научных принципах, таких как сотрудничество ученых в научных исследованиях и взаимодействия учащихся в академических и практических достижениях Такая работа также может основываться на национальных положениях, направленных на просветание и прогресс Родины во всех областях Это не та работа, основанная на разрушительных призывах, нацеленных на убийства, вандализм, кровопролитии, уничтожении стран и попытке их ослабления или свержения Эти призывы, основанные на лжи, клевете, фальсификации фактов, не чутут какую-нибудь религию, Родину или совесть Коллективная работа, к которой мы стремимся, это конструктивная работа в пользу религии, Родины и человечества, что составляет единое тело Нам необходимо укрепить этот дух в сердцах наших детей и превратить его в образ жизни, согласно которому они могут жить Таким образом, любовь распространится, гармония преобладает среди членов одного и того же сообщества И наша нация поднимется до такого высокого положения, которого она заслуживает во всех сферах Между тем, мы подчеркиваем, что когда дух коллективной работы распространится среди египетского народа Он сможет достичь всего, что считается невозможным, о чем хорошо свидетельствует испытание и реальность в прошлом и настоящем О Аллах, даруй нам безопасность на наших родинах, исправь наших имамов и правителей Спаси в нашей стране от всех, кто замышляет зло и распространяет нечестие